Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ЛРТ программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Сергей Сергеевич Мальчук, Московско-Рязанский транспортный прокурор. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Сергей Сергеевич, в прошлом году в Московской области погибло почти 500 человек при переходе железной дороги в неположенном месте. И тем не менее пешеходы продолжают рисковать жизнью, несмотря на печальную статистику. Почему это происходит? Да, в целом по Московской межринальной транспортной прокуратуры провела проверку и провела анализ по фактам непроизводственного травматизма, так называется, по московскому региону. То есть всего в 2016 году было допущено 900 фактов непроизводственного травматизма, из них 493 со смертельным травмированием. Это по Москве и по Московской области. Конечно же, прокуратура уделяет этому очень важное внимание, это одно из основных, принятие мер прокурорского реагирования для уменьшения. И акты работы прокуратуры, в том числе, по сравнению с 2015 годом, факты непроизводственного травматизма снизились на 14% по московскому региону. Но тем не менее, эти цифры говорят о том, что тенденция сохраняется. И я хотел бы сказать, что основными причинами данных фактов является это нарушение самими гражданами при нахождении в зонах повышенной опасности. А зонами повышенной опасности являются пути станции, другие пути необщего пользования и другие объекты, которые эксплуатируются железнодорожным транспортом. То есть для того, чтобы там находиться, надо гражданам соблюдать правила, которые установлены, правила нахождения на этих путях. То есть основное что? Это проходить в установленных местах, соблюдать личную внимательность и осторожность. Поскольку анализ причин травмирования говорит о том, что причинами является это проход в неустановленных местах. То есть понятно, что имеются установленные места, это проходы, это тоннели, наземные проходы, надземные, подземные. Но, к сожалению, конечно же, очень часто эти переходы нельзя сделать, поскольку этим самым мы будем препятствовать скоростному режиму поездов и в дальнейшем обеспечению целой транспортной безопасности. Поэтому имеется требование, в частности, что этот переход не должен быть реже двух километров. Но железная дорога имеет полное право, если меньше расстояния, то не делать. Только по согласованию, либо по инициативе местных властей. Если, допустим, местные органы власти нужны в этом, значит, они скоперируются с железной дорогой и делают переход с оборудованием. Потому что каждый переход по требованию должен оборудоваться и звуковой сигнализацией, и цветографическими надписями, естественно, всеми знаками, что и делается в основном. Тем не менее, прокуратура выявляет нарушения по содержанию и вот этому оборудованию переездов, и Московско-Рязанский, и другие транспортные прокуратуры, Московско-Региональные. Вносим представления, иски по оборудованию. Также мы выявляем факты ненадлежащего содержания ограждений. То есть граждане, чтобы пройти в неустановленном месте, где-то если в 100 метрах, как пример, есть установленный переход, им неудобно, как бы лень туда идти, по каким другим причинам. Они проделывают дырки в ограждении. Даже проходя в неустановленных местах, граждане проявляют невнимательность. Как то, проход в наушниках, да, или зимой в капюшонах. То есть эти средства ограничивают слышимость и видимость, несмотря на то, что, конечно, все эти локомотивы перед проходом перехода, они подают сигналы, но граждане их не всегда слышат. Да, то есть это все-таки гудок, это все-таки шум. Шум, да. Это огромный поезд. Как не увидеть, не услышать, мне не понять. Ну, вот как пример, это вот 9 марта на станции Удельная произошло травмирование девушки, старшеклассницы. Да, вот она шла с группой своих знакомых, значит, трое успели пройти, вот, она осталась. И как бы не успела, запрещающий сигнал, и вот она буквально подумала, хотя бы все нормально, трезво, подумала, что успеет проскочить. Не успела, смертельно травмировалась хорошая девочка. Либо одна из причин, это, конечно, нахождение, очень много нахождения в алкогольном состоянии. Они травмируются и на установленных, и не на установленных местах. Вот 9 марта в один день произошло на станции Ухтомской и Луховицах два травмирования одинаковые, то есть 60-летние женщины, вот, они в состоянии алкогольного обвинения проходили в несонных местах. Не услышали, ну, понятно, что сильно алкогольное обвинение препятствует, да, нормальному восприятию обстановки. Тоже смертельно травмированы. То есть, получается, у нас вот за три дня, за два дня три травмирования. Вот, конечно же, вот такие вот. Как вообще должны быть организованы переходы на железные дороги? Вы следите за этим, да? Да, да. Может быть, есть какие-то нарушения в том, что в неправильной работе этих переходов где-то не хватает какого-то оборудования? На что обращать внимание пешеходам? Да, да. Значит, ну, конечно же, мы, одно из направлений вот в этой части, это назор за надлежащим содержанием и обеспечением мер для недопущения травмирования на платформах, на вокзалах и на переездах. По линии, по платформам мы, конечно, во-первых, в прошлом году у нас порядка 20 исков мы подали на надлежащие содержание платформы, обеспечение их, так сказать, для доступности для маломобильных граждан. Они все удовлетворены. То есть, это, грубо говоря, оборудование пандусами. Кроме того, мы направляем иски и по надлежащему содержанию, в том числе асфальтового покрытия. Ну, то есть, по большому счету, если там люди идут, спотыкаются, там могут, ну, все может быть случиться. То есть, это тоже мы реагируем. И, естественно, мы выявляем недлежащее содержание ограждений, периметрового ограждения станции и перегонов. То есть, грубо говоря, железная дорога, даже несмотря на то, что граждане, они сами ломают эти ограждения, делают себе проемы, железная дорога, дистанции пути обязаны это устранять. Это их обязанность. И вот мы смотрим за то, чтобы они своевременно на это реагировали. Вы говорили, что через каждые два километра должен быть обустроен переход. Не менее, не менее. То есть, может и больше, но, так сказать, не менее. Но все-таки два километра – это достаточно такое расстояние ощутимое. Иногда бывает для людей, тем более пожилого возраста. Вот рассматриваете ли вы возможности обустройства новых пешеходных переходов там, где уже тропинка протоптана, годами существует? Вы понимаете, да, мы этим вопросом занимались и были жалобы неоднократные граждан на то, что вот, допустим, где-то у них дачный поселок, да, есть в километре платформа, есть там оборудованный переезд, а у них там, где 10 человек там живут, да, то они требуют тоже. Ну, это, во-первых, в нашей экономической ситуации это малореально, да. Во-вторых, действительно, я еще раз повторюсь, что железная дорога обязана сделать вот переходы не, так сказать, не меньше. А если в такой ситуации нужно гражданам, то это как раз забота местной власти. И мы все жалобы, ну, жалобы после обработки, да, мы направляем в территориальные прокуратуры и в администрации, поскольку обязанность администрации местных обеспечить транспортную доступность своих граждан. Вот, и поэтому, а железная дорога не против. Она говорит, ну, давайте тогда как-то так пропорционально. Мы, да, мы там проект делаем, мы там обеспечиваем там, чтобы правильно было, но финансирование, какую-то часть финансирования должна взять, потому что железную дорогу так вот не обязать в каждом месте, которым нужно. Это не обязать, нет таких законов. Но они согласны на вот разумные компромиссы сотрудничества с местной властью. То есть это зависит все, конечно, многое зависит от местной власти, вот в этой части. Все-таки давайте подытожим. О чем должны помнить пешеходы, когда они переходят железную дорогу? О чем должны говорить родители детям, когда точно известно, что их путь там из школы или в школу прилегает через железнодорожные пути? Да. Мы, конечно же, и прокуратура, и транспортная полиция уделяет очень внимания пропаганде, не нарушение правил. Да, это мы проводим лекции в школах, там, учебных заведениях. Транспортная полиция также борется путем составления, привлечения к административной ответственности и несовершеннолетних, и их родителей за то, что их дети находятся бесцельно в зоне повышенной опасности, что они не должны делать. Да, они, не являясь пассажирами, находятся и проходят в неостановленных местах, находятся в опасной зоне. Также в 2016 году было допущено 9 случаев травмирования несовершеннолетних, из них 4 смертельных. То есть это один факт был травмирования в ходе зацепинга, потом 4 факта прохождения в неустановленных местах или на запрещающий сигнал, и 3 факта прохождения путей в наушниках. И плюс одно было падение, это как раз вот здесь на мосту, на перегоне Ухтомской, Люберцы 1, было падение несовершеннолетнего с моста. То есть там несовершеннолетний, хороший мальчик, который собрался писать там математическую работу, решил проверить высоту моста каким-то образом. Сорвался, ну слава богу, там несмертельно травмировался. Ну вот как факт того, что вот непонятно, личная какая-то неосторожность влечет к этому. Ну а так вообще, конечно, родители за несовершеннолетние должны следить и, во-первых, не допускать, конечно, нахождение граждан детей там на путях. Ну а граждане все, и взрослые, и летние, конечно, должны следить за тем, чтобы если они, чтобы, во-первых, ходили только в неустановленных местах, переходили, во-вторых, следили за поездной обстановкой, были внимательны. И, естественно, в алкогольном состоянии, конечно, делать на железной дороге нечего. А какая ответственность предусматривается? У нас есть две статьи в Кодексе об инсерктивных правонарушениях. Это статья 11.1, это проход железнодорожных путей в неустановом месте. И статья 11.17, это посадка или высадка граждан на ходу поезда, либо проезд на подножках, на крышах. Вот это как раз зацепинг. К сожалению, законодатель установил вот следующую ответственность. По первой статье ответственность предупреждения или административный штраф в размере 100 рублей. По зацепингу административный штраф в размере 100 рублей. Это же ничего. Да, это ничего. Конечно же, можно и вот так вот в пылу, да, потребовать или выйти с инициативы о том, чтобы больше был штраф. Но цель какая? То есть это просто бить по кошельку родителей, взрослых. То есть, конечно же, мы делаем упор на пропаганду и на технические меры для того, чтобы люди как раз ходили только в неустановленных местах. Это, так сказать, административная практика говорит, что вот это наказание не влияет. Да, это неэффективное наказание. Может быть, все-таки стоит и бить по кошельку, чем даже дожидаться трагедии? Ну, понятно, конечно. Пусть хотя бы 500 рублей или 1000. Хотя бы мы в этом случае можем дождаться какой-то беседы от родителей со своими детьми. Ну, я думаю, что здесь это как раз необходимо сделать у органов, которые обладают законодательной инициативой. Мы такие данные представим. И действительно, и Управление Генеральной прокуратуры, и Московская региональная прокуратура этот анализ приводит. И они, как говорится, доводят эту ситуацию до всех, кому нужно. И уже выйти с наказательной, как один из вариантов ужесточения, ну, я, конечно, честно говоря, ну, ни крови не жажду. И, конечно, мы другими методами будем и делаем, и пытаемся эту ситуацию переломить. Сергей Сергеевич, в Люберце какая обстановка по травматизму? Какие у нас наиболее травмоопасные участки? Ну, я хочу сказать, что на участке, на подназорной территории, это территория от Казанского вокзала до границ Московской области, Луховицы. То есть это все станции, там, и, конечно, Люберцы, Воскресенск, Луховицы, Глутвин. То есть наиболее тяжелая ситуация с травмированием – это как раз Люберецкий район. Вот не зря, как говорится, мы здесь сидим. Вот. И если смотреть, то это, конечно, перегон Ухтомской, Люберцы-1. Это станция Новая, станция Отдых, платформа Кратова, ну, и, естественно, сама станция Люберцы. То есть здесь как раз полный набор всех вариантов травмирования граждан. То есть и транспортная полиция также отмечает, что действительно здесь, ну, это понятно, это город, да, и жилой сектор рядом. И граждане, которые зачастую там живут здесь, а магазин с другой стороны, а переход в 500 метров, конечно же, они будут переходить не в сторонних местах. Вот. И, ну, здесь, конечно же, это как раз один из фактов того, что вот люди проявляют неосторожность и не... То есть ленятся, пренебрегая собственной, так сказать, безопасностью, своими здоровыми жизнью зачастую, они не соблюдают и не ленятся там дойти до этого перехода, а переходят по путям. Вот. Ну и, конечно же, да, это актуально именно здесь вот в районе, в Люберецком районе. А системами видеонаблюдения оборудованы у нас переходы? Переходы не оборудованы видеонаблюдением. Там есть... Планируется вообще-то? Да. Не, ну, у нас пока сейчас в соответствии с законом о транспортной безопасности в первую очередь оборудоваются крупные вокзалы. Вот, опять же, в свете предстоящей Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу, значит, по Москве все крупные вокзалы, в том числе, в первую очередь, Казанский, оборудуются именно по программе, да. Там должно быть установлено порядка 480 камер, пока сейчас 290. Это очень большие затраты. И затраты на транспортную безопасность суммы измеряются миллиардами. Соответственно, у железной дороги, конечно же, таких денег, вот так, чтобы сразу все сделать, нет. Это разбивается на довольно длительные этапы и, в первую очередь, конечно, уделяется классным станциям, как говорится, с категории первой, второй категории станциям, как ими является Казанский вокзал. Остальные станции, вокзалы, перегоны, переезды, они оборудуются согласно установленным требованиям. Допустим, тот же переезд оборудуется, во-первых, обязательно звуковой и световой сигнализацией, это понятное объявление, либо светофорное, так сказать, световое оповещение. Это, естественно, знаки, которые говорят о том, что здесь переход и нужно проявлять внимательность. И трансформаторы, там, осторожно, поезда там и прочее. То есть это то минимальное, которое нужно делать, и железная дорога обязана это делать. Именно за этим транспортный прокурор в том числе надзирает. Оборудовать каждый переезд видеонаблюдением, ну, это в данный момент, это, наверное, дело немножко следующего будущего, так сказать, и когда, так сказать, выполнится вот самое главное, что нужно сделать сейчас. У нас был недавний сюжет на телеканале о том, что вы проверяли эти участки травмоопасные. И в ближайшее время прокуратура займется дополнительно этими участками. Вот что предполагается сделать? Прокурорский надзор за належащим содержанием переездов и станций, вокзалов, он является нашим постоянной обязанностью. Да, и у нас, конечно же, протяженность путей очень большая, очень много станций, платформ. И мы работаем поступательно, как бы пока берем самые крупные станции, где большой, значительный пассажиропоток. Естественно, мы там смотрим, как я уже говорил, это и за наличием ограждения, и за содержанием платформ, и за обеспечением в целом безопасности граждан. Путем направления представлений в организации, в те же железнодорожные организации, которые содержат ненадлежащие. Мы привлекаем к административной ответственности, вносим постановление о привлечении к административной ответственности, как юридических лиц, так и даже остальных лиц. И вот там-то как раз штрафы побольше, особенно на юридические лица, измеряются десятками тысяч. И это имеет, конечно, свою какую-то там пользу. Но и крайнее, и самое весомое, это направление исковых заявлений в суд. Когда суд принимает решение, то, естественно, судебное решение на последней инстанции, но мы же, в свою очередь, уже следим за исполнением этих решений. Чтобы действительно, если суд устанавливает в течение трех месяцев что-то сделать, то мы, конечно, эти решения отслеживаем и следим, чтобы это все делалось. В прошлом году у нас также был сюжет по поводу нарушений на станции Люберца-1 программы «Доступная среда». Сейчас в течение месяца максимум у нас планируется подача около 20 исков. Я сейчас не могу сказать конкретно по каким станциям, но на территории Люберецкого района однозначно имеются платформы и станции, по которым эти иски будут подаваться. Во-первых, это, конечно, в первую очередь обеспечение маломобильных групп доступности, да, и плюс содержание, надлежащее содержание платформ и ограждений, периметрового ограждения станций. Вот это такие главные направления. Вы также занимаетесь и вопросами оплаты проезда в электричках? В прокуратуру к нам обратилось 48 граждан, которые считали незаконными действия центральной пригородной пассажирской компании в части взимания сборов с льготной категорией граждан. То есть граждане, которые имеют право на бесплатный проезд, если они не берут билеты, не успевают брать билеты в кассах стационарных, то при взятии билета в пригородных поездах, а также в кассах на выход, с них берут сбор, который установила эта компания. Соответственно, в поездах 100 рублей, в кассах на выход 200 рублей. Значит, анализ законодательства, который регулирует данные правоотношения, позволил нам прокуратуре сделать вывод, что это незаконные действия. Здесь, конечно же, мы первоначально внесли представление, да, нам представление рассмотрели, но где мы ставили вопрос о незаконности, да, они нам ответили, что они действуют в рамках законодательства. В связи с чем мы обратились в Замоскорецкий суд города Москвы с иском о признании незаконными действиями этой компании по взысканию этих сборов с льготной категории. Замоскорецкий суд принял решение об отказе удовлетворения наших исковых заявлений. В связи с чем, вот буквально в начале марта мы внесли апелляционное представление уже в Московский городской суд об обжаловании решения Замоскорецкого суда. То есть мы считаем, и нас руководство поддержало, что данные действия незаконны. Боремся и будем бороться до конца. А если человек заметил какие-то нарушения на железной дороге, куда он может обратиться, позвонить? Ну, во-первых, у нас имеется сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, где указаны все прокуратуры, координаты всех прокуратур, в том числе Московская Рязанская транспортная прокуратура. Там имеется в виду факс, электронный адрес. То есть сейчас, в связи с законом о работе с обращением граждан, любой гражданин, имея данные о сайте, имеет право напрямую, в том числе нам, в электронном виде, обратиться с жалобой. Мы обязаны и это делаем, регистрируем и проводим надлежащую проверку, и даем ответы, установлены сроки. То есть, либо письменно по адресу, либо по электронному адресу, либо письменно по почте, либо что еще лучше, и мы просим об этом граждан приходить к нам устно на личный прием. Вот мы сейчас переехали буквально две недели назад в новый адрес. Мы раньше располагались на Московской Рязанской, на улице Новорязанская, дом 17, строение 4. Сейчас мы находимся на улице 2-я Леснарядская, дом 13, дробь 15. То есть там располагается в том числе и наша прокуратура. Там имеется ящик, там имеется система прохода в прокуратуру. Каждый день у нас принимает работник прокуратуры. То есть в любой день люди будут приняты. Поэтому я хотел бы обратиться к телезрителям, чтобы они не стеснялись и проявляли в том числе гражданскую какую-то позицию. Если увидели нарушения какие-то, допускаемые железной дорогой или другими причастными организациями, то обращаться к нам. Мы рассмотрим все надлежащее и приемлем все возможные меры. Ну а полномочий, компетенции у нас достаточно. Сергей Сергеевич, вы можете еще раз обратиться к нашим зрителям и напомнить им о правилах поведения на железной дороге. Уважаемые жители Люберецкого района, города Люберцы, конечно же, я, исходя из нашего опыта работы прокуратуры, в том числе и анализа ситуации, конечно, хотел бы попросить вас, чтобы вы были осторожнее относились к своему здоровью и жизни. Чтобы вы проходили железнодорожные пути в установленных местах, чтобы следили за всеми обозначениями, чтобы не появлялись на железной дороге в состоянии алкогольного пенения, не, конечно же, не нарушали целостность ограждения, которые зачастую также препятствуют, конечно, проходу в нестальных местах, но тем не менее, потому что это в конечном итоге влияет на безопасность граждан. Что будьте внимательны, осторожны и не нарушайте установленные правила. Сергей Сергеевич, спасибо вам за то, что нашли возможность прийти к нам на программу. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях был Сергей Сергеевич Мальчук, Московско-Рязанский транспортный прокурор. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.